Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день! В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшней программы перспективы развития факторинга в России. Тема интересная, тема актуальная, тема нужная, я бы так сказал. Но сразу хочу обратить ваше внимание, тема достаточно локальная. Мы говорим сегодня о сегменте банковского бизнеса, прежде всего, наверное. И у меня в гостях, я представляю сегодняшнего гостя, с удовольствием это делаю, в студии сухого остатка Дмитрий Малов, директор департамента факторинга Первого Республиканского банка. Добрый день, Дмитрий! Добрый день! Уважаемые слушатели, тем не менее, присоединяюсь к нашей беседе, задавайте свои вопросы, делитесь собственными мнениями, как обычно вы это делаете. Для этого существует телефон прямого эфира, телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Все это вам поможет для того, чтобы поучаствовать в сегодняшнем эфире. Ну и не будем, тем не менее, отходить от традиций, да, коротенько, минут на 40, как известный персонаж говорил. Ну, я гораздо короче, все-таки картину маслом нарисую, что происходит сейчас на финансовых рынках, потому что это нужно, это важно. Ведь вчерашние события, которые мы с вами обсуждали, да, протоколы заседания Федрезерв, выступления Александра Бернанки, таки сделали свое коварное дело. Не могу сказать, конечно, что вчерашние события послужили началом долгожданной коррекции, но тем не менее, да, американцы закрылись, наконец-то, ну, в кавычках я ставлю, в небольшом, но минусе. Синпи потерял почти процент, Доу Джонс полпроцента, Насдок чуть больше процента, японцы скорректировались достаточно серьезно, больше 7% потерял индекс Никей, Шанхай в легком минусе, чуть больше процента, ну, а наши сегодня потеряют опору под ногами, РТС теряет 3%, ММВБ 2,5%, нефть марки Брент уходит ниже 102 за баррель, ну, и так далее, и тому подобное. Ну, вот такая, еще раз прошу прощения, у меня, тем не менее, картина маслом, важно, нужно, вот, и актуально. Ну, а теперь давайте начнем наш разговор, еще раз повторю, тема сегодняшнего эфира, перспективы развития факторинга в России, и я задаю первый вопрос моему гостю. Дмитрий, скажите, пожалуйста, это, я так понимаю, это услуга, да, факторинга, она не так давно появилась, да, в российской действительности? Вы знаете, рынок факторинга в России развивается уже более 10 лет, развитие достаточно серьезное, в последние годы это прирост 30-50%, постоянно объем рынка растет, увеличивается количество клиентов, на рынок выходят новые факторы, финансовые агенты, как банки, так и факторинговые компании. Могу сказать однозначно, что услуга факторинга на рынке становится более востребована с каждым годом. Ну, и тогда, наверное, логично было бы начать с того, чтобы объяснить слушателям, а что такое факторинг, да, схема какая-то простейшая, так, чтобы было понятно. Факторинг это продукт, это схема финансирования дебиторской задолженности, происходит уступка дебиторской задолженности, при этом клиент-поставщик, получая денежные средства, которые используют в дальнейшем на пополнение своих собственных оборотных средств, и дебиторы рассчитываются с фактором, путем подписания трехсторонних уведомлений, перечисляя денежные средства на прямую фактору уже не поставщику. Я понял, хорошо. Ну, если говорить о востребованности этой услуги, то, ну, по вашему мнению, по крайней мере, да, исходя из вашего опыта, кто обращается за этой услугой? Если брать статистику, то в основном это оптовые компании, где-то процентов 60 от рынка, и остальная часть это производители. Как я сказал, услуга очень востребована, в настоящий момент пользуются данной услугой порядка 6 тысяч клиентов с каждым годом. Мы говорим о ваших, да, непосредственно клиентах вашего банка? Нет, мы говорим, я говорю сейчас о компаниях, российских компаниях, которые используют факторинг у всех факторов присутствующих. Ну, понятно. То есть в целом о рынке мы говорим, о российском рынке. С каждым годом количество клиентов увеличивается, компании начинают понимать, что это достаточно простой, легкий продукт в использовании, при этом нет необходимости предоставлять какие-то дополнительные залоги в качестве дополнительного имущества. У многих компаний есть свободная дебюторская задолженность, которую они могут использовать, пополняя свои оборотные средства. Ну, давайте тогда построим дальнейшую беседу следующим образом, да, то есть нам надо поговорить о плюсах-минусах подобной услуги, наверняка ведь, да, и то, и другое присутствует. С точки зрения клиента и с точки зрения непосредственно поставщика услуги, что называется, фактор он называется, я так понимаю. То есть банк в данном случае, ваш банк, это... Да, все правильно вы говорите, фактор или финансовый агент. Если говорить со стороны фактора, о рисках данного продукта, то я могу сказать, что этот продукт наименее рискован, чем, допустим, те же самые кредитные продукты. Почему? Потому что здесь отсутствует риск, коммерческий риск, допустим, закупки товара. Товар привезен, складирован на складе и отгружен. То есть отгрузка товара произошла. Появилась дебюторская задолженность, которая профинансировалась. То есть отсутствуют коммерческие риски закупки товара, отсутствуют риски валютные. Если другим языком, ту же самую схему представить с точки зрения кредитного продукта, то есть ваш клиент взял деньги на то, чтобы совершить подобную операцию. Там какие риски? Их больше, я так понимаю, да? Как в факторинге, так и в кредите существуют коммерческие риски. Такие риски, как возврат товара. Никто не отменял риски мошенничества, в том числе. Они присущи как и в продукте и факторинг, и кредитование. Но в кредитовании рисков коммерческой деятельности больше. Здесь мы смотрим... То есть, по сути, вы дали деньги, да, кредитовали клиента, и в дальнейшем, соответственно, он может получить товар, не получить товар, отгрузить, не отгрузить, да, и это уже присчитать сложно. А здесь, по факту, вы видите, что это все произошло, и только после этого, что называется, на котором стулья вечером деньги. После этого происходит финансирование, и если говорить о кредитных рисках, то они значительно меньше. Ну, есть определенные операционные риски, присущие факторингу. Такие, как, допустим, подтверждение поставок. В факторинге это стандартная процедура, необходимо подтверждать поставки со стороны дебитора. Ну, и, конечно же, многие факторы предпочитают работать в основном с крупными дебиторами, крупными компаниями. Это либо федеральные, региональные торговые сети, либо крупные дистрибьюторы. Потому что там этих рисков меньше, видимо, да? Да, там меньше этих рисков, и подтверждать поставки намного проще и легче. А подтверждение поставок, кстати, это всегда какой-то документ с печатью, с подписью? Или сейчас, учитывая, что мы можем оперировать электронными какими-то версиями, этого бывает достаточно? Ну, знаете, разные методы подтверждения. Есть поставок, когда как и телефонные звонки. И в настоящий момент развивается система EDI подтверждения. То есть мы можем в системе, если... EDI, если можно расшифровать поподробнее. Ну, скажем так, это такая база данных, если просто говорить. В которой мы можем видеть, если та или иная сеть подключена к этой системе, мы можем видеть определенные виды документов. То есть это либо заказ, либо поставка товара, счет-фактура накладная. То есть вы самостоятельно, да, если вы подключены к этой системе, и ваш клиент подключен, вы самостоятельно зашли, посмотрели, да, что там происходит, собственно. Да, 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 все правильно. Вот это что касается операционных рисков. Кредитные риски, как я говорил, никто не отменял, но их значительно меньше. Значит... Если говорить о преимуществах для поставщика, то это, конечно же, поставщику не нужно предлагать залог банку в виде залога, какое-то дополнительное имущество в виде товаров в обороте, либо оборудования, либо недвижимости. Есть дебютовская задолженность, которую можно использовать, при этом увеличивая многократно свои действующие обороты, увеличивая свой ассортимент, остатки товаров на складе, поставляя дополнительный ассортимент в те же самые региональные федеральные сети. Ну, если говорить непосредственно о Первом Республиканском банке, который вы представляете, да, и непосредственно являетесь директором департамента факторин, как давно Первый Республиканский банк этим бизнесом занялся? Вы знаете, мы работаем на рынке факторинга чуть больше полугода, при этом сам продукт... мы произвели запуск продукта достаточно быстро, это произошло в течение двух месяцев, и мы вышли на рынок. При этом мы предлагаем на рынке сейчас два вида продукта, это регрессный и безрегрессный факторинг. Но в наших... Сложные названия, наверное, нам придется их, да, чуть позже, конечно, о них поподробнее поговорить. Я, единственный, еще один вопрос, сейчас у нас будут новости, хотел бы задать, то, что так быстро вы вышли на рынок, да, это связано с вашим профессионализмом, или в принципе это не так сложно сделать? На каждом рынке есть свои профессионалы, конечно... Дмитрий, я прошу прощения, сейчас время новостей на Финам.ФМ, мы послушаем, а потом продолжим отвечать. Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир, сухой остаток на Финам.ФМ, я зовут Олег Дмитриев, а в гостях сегодня Дмитрий Малов, директор департамента факторинга Первого Республиканского банка. Тема нашего эфира сегодня локальная, конкретная, мы говорим о перспективах развития этой услуги, о перспективах развития факторинга в России. Еще раз напомню, вы можете присоединиться к нашей беседе, уважаемые слушатели, телефон в студии 65 10 99 6, код Москвы 495, сайт компании Финам.ФМ, звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Мы продолжаем, Дмитрий, продолжаем беседу, я еще раз напомню, поинтересовался я до новостей, опять-таки вспоминая вашу фразу, что Первый Республиканский банк достаточно быстро освоил это дело, вышел на рынок, потому что он, а, профессионал, ну в чем я на самом деле особенно не сомневаюсь, либо, б, не так сложно это в принципе сделать, учитывая, может быть, там какую-то еще пока не сформировавшуюся конкурентную среду и, так сказать, востребованность этой услуги. Если говорить про Первый Республиканский банк, то, конечно же, банк был готов к данному продукту, руководство банка было настроено изначально на развитие данного продукта, что, конечно же, огромный плюс в развитии данного продукта в банке. Помимо этого, была быстро структурирована сама сделка в банке, настроено программное обеспечение, были прописаны процедуры, регламенты, организована рабочая группа и продукт запустили. Запустили два вида продукта, это регрессный и безрегрессный факторинг. В чем отличие? При регрессном факторинге поставщик несет ответственность за дебитора, в случае, если дебитор вовремя не оплачивает поставки. При безрегрессном факторинге данной ответственности у поставщика не возникает. Но, конечно, на рынке сама формулировка безрегрессного факторинга у различных факторов размыта. Допустим, в нашем понимании безрегресс – это необходимость работать только с теми контрактами и с теми дебиторами, которые не осуществляют возврат продукции. При этом финансирование осуществляется в размерах 100% от суммы поставки, и поставщик не несет никакой ответственности. То есть это наш конек нашего банка сейчас, и я могу с уверенностью... То есть в этом случае надо говорить, что вы снимаете ответственность с поставщика, предлагая подобную услугу. Да, мы снимаем ответственность, и на сегодняшний момент в доле нашего портфеля безрегрессный факторинг составляет 50%. Если говорить по рынку, то на российском рынке факторинга это 30%. И каждый год безрегрессный факторинг отвоевывает у регрессного все больше и больше доли рынка. Если говорить про Европу, допустим, то в европейских странах, в некоторых европейских странах, в Соединенных Штатах Америки, доля безрегрессного факторинга составляет уже на сегодняшний момент 50%. Я думаю, что мы идем к этому, потому что все понимают, что основной упор нужно ставить на риски дебиторов. В данном случае я правильно понимаю, что такое смещение в сторону безрегрессного факторинга происходит за счет того, что конкурентная среда достаточно жесткая, вам нужно чем-то выделиться, что-то более интересное клиентам предложить, а это продукт, естественно, более... Да, поставщики в настоящий момент и в том числе и сами ищут какие-то дополнительные способы снятия рисков в себе. Поэтому многие поставщики, действующие поставщики обращаются в том числе за безрегрессным факторингом. Кто-то ищет ресурсы дешевле, кто-то, допустим, готов пожертвовать своей маржинальной доходностью за счет снятия рисков. Понятно, что данный продукт на рынке для факторов, он более маржинальный, более доходный, потому что риски все ложатся на факторы. Но и учитывая то, что в нашем банке отлажена достаточно серьезная система риск-менеджмента по безрегрессному факторингу, могу сказать, что это наше преимущество, и мы будем развивать данный продукт и в дальнейшем. Кстати, вот если говорить о риск-менеджере, ну и в принципе о рисках, которые в данном случае банк несет, с одной стороны услугу он предоставляет, она более выгодна потребителю, но с другой стороны риски-то все на банке. Вот каким образом, ну если можно там, может быть это не секреты, да, с точки зрения банковского бизнеса, каким образом банк, прежде чем оказать услугу, страхует себя, что называется? Ну вы знаете, в анализе кредитных рисков еще никто ничего нового не придумал. Ну то есть то же самое, все подходы те же самые, что и когда вы кредитный продукт предлагаете, проверяете, да, будущего клиента. Но дело в том, что факторинг чем отличается в анализе кредитных рисков? Тем, что мы анализируем текущие обороты между поставщиком и дебютуром. Для нас это самое главное. История работы, текущая работа. Именно история, история, да, то есть одна конкретная сделка ведь не дает никакой картины. Ну допустим, я приведу пример. Если говорить о группах товаров, да, есть товары сезонные, есть товары, которые продаются каждый месяц в торговой сети, хлеб, молоко, там еще какие-то товары, да. А есть, допустим, товар сезонный, та же самая, допустим, пиротехника, которая, ну я просто... Ну не, нормально, нормально, к Новому году, естественно, больше она и не нужна. Ну там, может быть, частый случай. Для факторинга это основной риск, потому что если перед Новым годом этот продукт не продастся, то сеть вынуждена будет вернуть. И, соответственно, торговая сеть не будет платить по этим поставкам, потому что договором поставки предусмотрены возможные возвраты. Вот для факторинга это является одним из глобальных таких рисков, поэтому мы в Первом республиканском банке в основном работаем, смотрим только клиентов, которые поставляют продукт в течение года постоянно. То есть вам важно вот именно это? Да, то есть не... нет, понятно, что всегда присутствует сезонность. Сезонность, допустим, в четвертом квартале... И в продуктах питания тоже, кстати, да. И в продуктах питания тоже самое, да. Сезонность присутствует, но если сезонность очень сильно выраженная, тогда это достаточно серьезный риск. То есть вы просто отказываете такому клиенту. Кстати, те, кто пиротехнику-то, да, накануне Нового года продает, вот это для вас... это для вас не ваш клиент, да? Это не ваш клиент. Нет, здесь нужно риски оценивать достаточно... Нужно смотреть на многие вещи. Допустим, если это клиент банка с хорошей серьезной историей, да, зарекомендовавший себя... То есть клиент, который воспользовался другими услугами, да, уже на протяжении долгих лет. Да, ведь правильно, должна быть диверсификация продуктов в том числе. И ведь, допустим, если нам клиент предоставляет не одного дебютера, допустим, а ведет диверсификация, несколько дебютеров, то есть мы же можем, допустим, помимо диверсификации уменьшить процент финансирования. В настоящий момент по регрессному факторингу процент финансирования составляет 90%, а с диверсификацией мы можем сделать 60% или 70%, тем самым уменьшая свои риски. То есть я не могу сказать однозначно, что вот если это выраженная сезонность, то идет отказ. Нужно смотреть все в комплексе, всю историю работы и диверсификацию дебютеров. Я понял. Ну и заканчивая тему регресса и отсутствия регресса, факторинг с регрессом, он, на ваш взгляд, скоро совсем подобная услуга прекратит свое существование? Ну, вот ярко выраженная конкуренция, об этом мы говорили. Вы знаете, нет, я думаю, что мы просто в определенный момент рынок устаканится, каждый продукт займет свою нишу, я думаю, что все-таки в перспективе это будет 50 на 50, рынок разделится, да, в основном ведь безрегрессным факторингом пользуются крупные компании, которые могут прийти в банк и сказать, или, допустим, факторинговую компанию и сказать, вот мне интересно с торговыми сетями безрегресс, у них есть история работы, на них смотрят по-другому, вот, если это новые компании, достаточно неизвестные на рынке, которые работают. То есть она просто эту услугу ей никто не предложит, да, получается? Это уже сложнее сделать, да, это уже сделать сложнее. Если вам нужен факторинг, да, то у нас тут есть только для вас регрессивность, что называется, да? Да, при регрессном факторинге оцениваются полностью кредитные риски поставщика, смотрится, делается финансовый анализ компании и так далее. Кстати, вот вы упомянули термин факторинговые компании, то есть, я так понимаю, эту услугу не только банки предлагают, да, а некие другие организации. Да, факторинг в России предлагают и банки, и факторинговые компании, но в основном, если говорить о факторинговых компаниях, то это практически стопроцентные дочки банков. Ну, конечно, есть исключения на рынке, но в основном все факторинговые компании вышли когда-то из банков. Ну, и вполне логично, да, ведь факторинг с античной услугой это банковская услуга, да, в конечном итоге? Когда-то, ну, скажем так, да, это была банковская услуга, да, сейчас все, скажем так, все больше создается факторинговых компаний, мы видим на рынке присутствие факторинговых компаний. Поэтому, ну, я думаю, что в дальнейшем рынок будет развиваться в этом направлении. В этом направлении и компаний непосредственно, да, самостоятельных, не внутри банка эта услуга, а самостоятельных, будет больше, да, на ваш взгляд? Да, ну, есть определенные преимущества и недостатки факторинговых компаний от банков, допустим. У факторинговых компаний, ну, в основном ставки финансирования выше, чуть-чуть выше, да, где-то больше, где-то меньше и так далее. Банки все-таки могут предлагать ставки меньше, чем факторинговые компании. Вот, тем самым, я думаю, что рынок все-таки не оттянется полностью в сторону факторинговых компаний, будет, скажем так, работа и банков, и факторинговых компаний. А, кстати, банк войдет меньшую процентную ставку именно потому, что у него, помимо этого, есть другие продукты еще, да? Ну, просто у банков есть возможность осуществлять фондирование, собственное фондирование, за счет дешевых ресурсов, да, что такой нет возможности у факторинговых компаний. Факторинговые компании должны, они факторятся в самих же банках. Да, да, то же самое. Проблемы с ликвидностью, как всегда, да? Сейчас, Дмитрий, спасибо, мы послушаем еще раз новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня тема, которая осуждается в сухом остатке, перспектива развития факторинга в России. И в гостях сухого остатка Дмитрий Малов, директор департамента факторинга Первого Республиканского банка. Еще раз сообщу, телефон студии 6510-996, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Звоните, задавайте вопросы Дмитрию, получайте квалифицированный ответ. Продолжая наш разговор, у меня, значит, такой, следующий вопрос, Дим, к вам. Ну, говорим о Первом Республиканском банке, о том, как, собственно, эта услуга выглядит именно там. И хотелось бы понять, во-первых, кто, исходя из статической, наверное, какой-то, да, кто в основном пользуется услугами у вас, в вашем банке. И дальше технология, технология очень, наверное, нашим слушателям, по крайней мере, тем, кто задумывается, да, о том, чтобы воспользоваться подобным предложением, очень важна технология. Ну, как, если, я прошу прощения, если не очень корректные, может быть, сравнения, но, тем не менее, как мы обычно обсуждаем возможность взять тот или иной кредитный продукт, да, как, начиная от заявки, заканчивая уже конечным результатом, сколько проходит времени, что для этого нужно, ну, вот и так далее, и тому подобное. Значит, ну, во-первых, да, кто ваши клиенты преимущества? Ну, на самом деле, клиентом нашего банка может стать, по фактурингу, может стать абсолютно любая компания с качественными, с качественной кредитной историей, с историей работы по фактурингу. То есть, в данном случае, неважно, чем она занимается, да, вот меня это интересует, или какая-то отраслевая есть, так сказать, принадлежность? Самое главное для фактуринга – это качественная дебиторская задолженность и отсрочка платежа. То есть, здесь нужно в совокупности смотреть и дебиторы поставщика, допустим, те же самые продукты питания, или товары для дома, или же, допустим, какая-то компьютерная техника, любая направленность, любые сегменты возможны. То есть, мы не говорим о том, что мы рассматриваем, какие-то одни, допустим, группы товаров. Мы можем брать на фактуринг любых клиентов, которые заинтересованы в первую очередь в фактуринге и в отсрочке платежа, в полнении своих оборотных средств. Если говорить про условия сотрудничества нашего банка и то, что мы предлагаем на рынке, то регрессный фактуринг – отсрочка 120 дней плюс период ожидания 30 дней. И безрегрессный фактуринг – отсрочка платежа до 180 дней. При этом при регрессном фактуринге мы выплачиваем финансирование в размере 90% от суммы поставки. При безрегрессном фактуринге – это 100% финансирование. Но при этом при безрегрессном фактуринге, соответственно, нет периода ожидания. То есть вот этих вот 30 дней, которые есть при регрессном фактуринге. А, кстати, период ожидания, с чем он связан? Период ожидания чего? Я могу сказать так, что практически ни один дебитор на рынке не платит вовремя. То есть это период ожидания – это такой интервал времени, в который дебитор может заплатить после окончания отсрочки платежа по контракту. Вот у нас этот период ожидания – 30 дней. Даже крупные торговые федеральные сети платят на неделю, на две недели позже срока отсрочки платежа по контракту. Ну, это с чем связано? Это какие-то технологические проблемы? Там банковский перевод, пока деньги сюда пришли, туда пришли. Ну, допустим, многие сети платят один или два раза в неделю. Конечно, могут происходить определенные сбои в том числе. Допустим, у нас сегодня день закончился, а платежи происходят только по четвергам. А четверг наступит через, допустим, три дня. Вот. Поэтому может быть небольшая задержка. Но помимо этого могут быть какие-то взаимозачеты между дебитором и поставщиком, возвраты. Конечно, все это нужно отслеживать. И вот именно для этого существует регресс. То есть поставщик понимает, что это еще не просрочка, но это необходимость действовать быстро. Это уже звоночек такой, да? Звоночек. Да. Надо проверить. Это звонок для поставщика, что поставки уже в периоде ожидания, они как бы просрочены, но для банка это еще не является просрочкой. И поставщик должен в этот период ожидания обязательно закрыть поставки, если это регрессный фактуринг. При безрегрессном этого периода ожидания нет. Есть максимальный срок отсрочки 180 дней. Понятно, что он зависит от условий, прописанных в контракте. И по прошествии этой отсрочки по контракту уже наступает просрочка. Поэтому здесь вот именно по безрегрессному фактурингу нужно более тщательно и качественно работать с дебиторской задолженностью. Отслеживать ее уже до начала окончания срока платежа. То есть, допустим, за месяц смотреть, что происходит. Ну, это вот такие уже бизнес-секреты, что называется, нюансы такие, с которыми вы сталкиваетесь, естественно, в процессе работы, что называется. Хорошо, а если говорить о вознаграждении, о маржинальности банка, оказывающей эту услугу, собственно, где заработок банка? Наверняка все эти взаимозачеты, они какой-то процент для клиента стоят? Если говорить о маржинальности, то я могу сказать, что все, конечно, зависит от того или иного фактора, от стратегии, которую выбрал фактор на рынке. Если это банк и ставки фондирования достаточно низкие, то маржинальная доходность может составлять от, допустим, от 2 до 6-7%. Если это факторинговая компания, в основном риски принимаются достаточно более серьезно. Ну, и мы говорили, что у нее более дорогое фондирование, она ликвидность берет со стороны. Да, и здесь маржинальная доходность может быть больше. Ну, и опять мы говорим, опять с точки зрения конечного потребителя, да, вот он сравнивает на рынке. Да, но риски, риски факторинговой компании, на мой взгляд, во всяком случае, выше, потому что факторинговая компания принимает риски на большее, как бы сказать, большее количество клиентов. Больше клиентов. Понятно. То есть на круг у нее получается, да, рисковее. Ну, скажем так, вот, допустим, почему еще не все банки вышли на рынок факторинга? Да. Потому что, ну, в банках достаточно консервативный финансовый анализ. Если говорить о факторинговых компаниях, то факторинговые компании за счет высоких ставок берут скоростью. Вот. Ну, за счет этого, за счет скорости они предлагают высокие ставки. В банках более консервативно все, и, скажем, многие банки еще не вышли на рынок факторинга. Но вот в нашем банке мы прошли через всю эту процедуру, структурировали достаточно все быстро благодаря... Ну, давайте, кстати, об этом и поговорим, да, Дмитрий? Чтобы от момента, условно говоря, обращения в банк, да, с заявки, там, оформления заявки, если это необходимо, до конечного результата. Сколько проходит времени и вообще, что нужно сделать для того, чтобы этой услугой... Вы знаете, во многом это зависит от клиента. То есть есть, конечно, определенный список документов, которые клиент должен собрать. Документы по своей компании, есть определенные документы по дебитору, это очень небольшой список. И вот зачастую клиент задает вопрос, да, почему, допустим, рассмотрение заявки превышает, допустим, неделю или две недели. Почему так долго, да, мне нужно срочно? Это не потому, что банк или факторинговая компания задержит, потому что сам клиент не предоставляет вовремя документы. Но я могу сказать, после предоставления документов наш банк, мы достаточно быстро и оперативно реагируем, быстро решаем. Это неделя, две недели. А, кстати, вот по поводу документов, очень часто, ну, сложно достаточно, если я свои документы могу предложить, то документы моего торгового партнера, да, могут возникнуть вопросы. Возникают, бывают такие случаи? Бывают такие случаи, да, скажем, ну, по дебитору это не такой большой список, это договор поставки, допустим, краткая справка анкеты на дебитора и, возможно, финансовая отчетность. Финансовая, я имею в виду бухгалтерская, бухгалтерская отчетность годовая или поквартальная, да. Ну, понятно, что не все федеральные сети или региональные сети предоставляют такую информацию. Вот об этом и речь, вот об этом и речь. То есть мне хотелось бы, допустим, воспользоваться услугой, я обращаюсь к своему партнеру, вот с вашей точки зрения, да, к дебитору. Он говорит, нет, дружище, я тебе не могу такую справку выдать. Если эта информация доступна, общедоступная в интернете, ведь многие сети выкладывают эту информацию на своих сайтах, то мы... А верить ей можно, кстати? Ну, почему, да, конечно. Так, если эта информация общедоступна, то... Мы смотрим эту информацию и уже на основании этой информации принимаем риски, анализируем данную отчетность. Ну, вот мы говорили о неких рисках, да, слово мошенничество несколько раз звучало в этой студии. Ну, понятно, что это все-таки немножко другая тема. И все же бывают случаи, когда, ну, не хотелось бы опять, да, кого-то обвинять на уровне уголовного кодекса, но, тем не менее, нерадивый какой-то, так сказать, дебитор, вот, не совсем корректные цифры предоставляет. Ну, это, я могу сказать так, что это проблема, наверное, все-таки не дебитора, а проблема поставщика. Да, да, потому что поставщик... бывает такое, что поставщики предоставляют недостоверную информацию. Они сознательно это делают или... ну, так получилось, извините, так получилось. Ну, как получилось. Все, что получилось, все сознательно. Все сознательно, да. То есть он преследует какую-то цель, да, он рассуждает так. Мне нужно вот эту циферку немножко подкорректировать, иначе мне просто откажет банк, правильно? Это касается не только финансовой отчетности, это касается и тех же, допустим, накладных... Учредителей? Там нужны учредители? Нет, я хотел сейчас сказать про операционные риски, то есть когда поставщик предоставляет те или иные поставки, заведомо ложные. Их нет, в принципе, да, в природе, но он о них говорит. Да, такое бывает, да. При этом фактор, фактору необходимо верифицировать эти поставки, подтверждать эти поставки. А как он это может сделать? Вот как я говорил, либо это звонок, подтверждение, либо подтверждение по электронной почте со стороны дебютора, либо это вот сейчас развивается очень серьезная система идея и подтверждения, да, то есть мы можем в этой системе видеть, что происходит, заказы, поставки, счета, фактуры и так далее. Вот это одна из основных проблем фактуринга, то есть подтверждение поставок. Понятно, что не все сети, федеральные сети подтверждают поставки. Иногда очень долго нужно дозваниваться, добиться этого ответа, добиться. Иногда у факторов, факторы просто не могут быстро профинансировать вот из-за этого, но подтверждение поставок должно быть обязательно. Кстати, вот фактор не может профинансировать долгое, ну и по объективным причинам, да, и в конечном итоге потери кто несет? Если фактор принимает на себя этот риск, говорит, я не подтвердил, но я финансирую, он принимает на себя риск, и он должен понимать, за тот же процент, за ту же комиссию, он берет на себя этот риск или нет. Если он берет на себя этот риск, это риск фактора. Если нет, то клиент должен понимать, что вот меня не финансируют, потому что еще не произошло подтверждение, допустим, и так далее. Но это очень серьезный такой тонкий момент на всем рынке фактуринга, поэтому качественная система управления дебюторской задолженностью, операционные риски подтверждения поставок, это одна из глобальных вещей вообще на рынке фактуринга. Я понял, я понял. А как она решается, эта глобальная вещь? Это опять-таки какие-то внутрикорпоративные, так сказать, движения, да, или может быть это законодательно можно каким-то образом решить сверху, приказать, сделать так, а не иначе? Нет, таких нет однозначных решений проблемы, да? Ну, если бы так все было, законодательно бы подтвердили, чтобы все дебюторы... Кулаком по столу, да, шарах и все, и все. То это было бы, конечно, идеально вообще для рынка фактуринга. Понятно, но мы живем несколько в другой действительности, да? Кстати, забавно, ну, мне показалось, что вы видите, говорите, Дмитрий, о том, что иногда фактор берет на себя риски, да, и тем не менее, не наблюдая еще подтверждений, но берет на себя риски. Это потому, что он такой хороший, добрый, или все-таки он видит возможность, ну, большей маржинальности? Понимает, что рано или поздно это случится, но зато я больше заработаю. Это все зависит от диверсификации. Допустим, есть клиент, у которого 100 миллионов рублей, лимит, и в рамках этого лимита можно установить... Дмит, я прошу прощения, мы сейчас новости еще раз послушаем, потом вы расскажете, это очень интересно. Итак, друзья мои, продолжим. Последняя часть сухого остатка, 12 минуточек у нас осталось. Мы говорим сегодня на тему перспектив развития факторинга в России. В гостях сухого остатки Дмитрий Малов, директор департамента факторинга Первого Республиканского банка. Ну что же, мы продолжим наш разговор. Прервались мы, к сожалению, да, к счастью, послушали новости на Финам.ФМ, но, к сожалению, прервались. И говорили, рассказывали интересную историю, да, пример вы приводили, предположим, говорите вы 100. Да, мы говорили о том, что готов или не готов фактор брать на себя этот риск, не подтверждение поставок со стороны дебютера. Нужно рассматривать этот вопрос в совокупности. То есть, допустим, если лимит на компанию установлен в размере 100 миллионов рублей, и фактор... Я прошу прощения, в банке лимит на компанию установлен, да? В банке, допустим, да. И фактор говорит, да, я могу на себя брать риск в размере, допустим, 10 миллионов рублей, условно. На неподтвержденные поставки, то это риск вот этих вот 10 миллионов рублей. То есть, если идет постоянная работа, постоянная оплата, постоянные отгрузки, и фактор, допустим, подтверждает не сразу, а, допустим, подтверждает через неделю, через две, но он их в любом случае подтвердит. И вот этот вот риск 10% от лимита, или, допустим, 15% от лимита, фактор может компенсировать за счет уменьшения процентов финансирования этого клиента. То есть, 90% превратить в 80% или там те же самые 10% это достаточно дополнительная возможность для фактора использовать для уменьшения этого риска. Вот таким образом многие факторы, в том числе, нивелируют эти риски, потому что не все дебиторы подтверждают свои поставки. Но вот просто так финансировать поставки, не подтверждая полностью, это огромный риск для фактора. Ну, я так понимаю, что все-таки клиент, которым в данном случае оказывается эта услуга, это клиент уже, что называется, проверенный, да, это клиент уже, так сказать, многолетний, и в какой-то степени можно пойти ему навстречу, зная, что все будет хорошо. Конечно. Надеясь на это, конечно. Еще у меня вопрос есть, Дмитрий, расскажите, пожалуйста, ну, с вашей точки зрения. Услуга эта, да, мы сравнивали, кстати, этот рынок, российский рынок с рынком западным, с европейским, да, услуга эта, видимо, в какой-то степени пришла из-за границы. Можно ли сказать, что рынок российский имеет какую-то специфику, специфику на уровне ментальности, может быть, да, на уровне взаимоотношений в этой цепочке, или, может, на уровне технологий. Можно так говорить, что российский рынок отличается от зарубежного? Ну, я могу сказать, что европейский рынок, это достаточно огромная история работы по факторингу, это и 50, и 60 лет, и, скажем так. Так, а наш рынок, российский рынок факторинга, он только в начале пути, то есть это 10 лет непрерывной работы, достаточно серьезной. Если говорить про европейский рынок, отдельные европейские страны имеют долю факторинга в ВВП страны порядка 8-10%, в России этот показатель всего 1,5-2%. 1,5-2%. Да, то есть перспективы для роста этого продукта однозначно есть, продукт будет расти, развиваться, и в перспективе, если говорить, заходить далеко в будущее, допустим, 10 лет, я думаю, что вполне возможно, что рынок вырастет в 3-4 раза. Вот от нынешних уровней, да, в 3-4 раза. Да, но если брать показатели 30-50%, средний показатель прироста рынка, то я думаю, что это вполне возможно. С другой стороны, мы обычно говорим, да, у нас история непродолжительная, и в частности вот в этом сегменте, и во многих других, мы говорим о так называемом низкой базе, да, но мы стартовали с нуля 10 лет назад, именно поэтому показываем вот такие темпы прироста ежегодные. В конечном итоге, да, происходит что? Происходит насыщение некая рынка, да, создается, так сказать, уже такая конкурентно способная среда, и, естественно, темпы роста замедляются, и может быть это... Вы знаете, в Российской Федерации работают огромное количество компаний, это сотни, сотни тысяч... В том числе, я предположу, и зарубежные, наверняка. В том числе сотни тысяч компаний, и из этого количества всего лишь 6 тысяч компаний используют этот продукт. Понятно, что клиентская база, возможная клиентская база есть, она достаточно перспективная и огромная, в том числе, многие факторы выходят на рынок, увеличивают свои портфели. Конкурентная среда достаточно серьезная. Уже сейчас? Уже сейчас, да. Факторинг предлагает порядка 35 факторов, из них достаточно серьезно предлагают этот продукт порядка 20. И идет, конечно, конкурентная борьба, как за клиента, так и за качественную дебюторку, за должность. Понятно, что многие факторы предлагают, у каждого фактора своя собственная стратегия развития. То есть кто-то за счет низкомаржинальной доходности берет только качественную дебюторку за должность, да, и предлагает крупным корпоративным клиентам низкие ставки. Кто-то за счет быстрого принятия решения и, допустим, высоких лимитов на стартапы или, допустим, на начальные какие-то компании, которые работают всего год-два, они предлагают быстрые решения, но по высоким ставкам. По высоким ставкам, да, это логично. Да, опять же, отсрочки платежа различные. Давайте так, кто-то, кто-то, это понятно. А вот мы говорим о первом республиканском банке. Стратегия, ну или фишка, в чем ваша фишка, которая позволяет клиенту посмотреть на вас и выбрать из этого многообразия. Ну, 20 это все-таки серьезный выбор, да, выбрать именно первый республиканский банк. Ставки. Ставки в банке достаточно конкурентные по сравнению с нашими конкурентами. Во-вторых, предложение безрегрессного факторинга в совокупности с регрессным – это достаточно серьезное конкурентное преимущество. Ведь многие факторы предлагают только регрессный факторинг. И клиент вынужден уходить в другой банк по безрегрессному. Когда он уходит, он частично переводит и потом и регрессный факторинг к тому же самому фактору. Третье – это быстрота принятия решений. Все-таки мы работаем и достаточно быстро и активно принимаем решения у себя. Поэтому… Кстати, цифру эту мы назвали, если можно еще раз повторить. То есть при всех прочих равных, что все сросло, что называется, все документы на месте, от момента обращения до момента, так сказать, результата, сколько там, неделя? Максимально две недели. Две недели максимум. Две недели, да. Ну это, скажем так, на полный финансовый анализ, да. Но это максимально. В основном это 10-14 дней. Это одно из, скажем так, конкурентных преимуществ. Безусловно. Ну и продолжая разговор в этом направлении, вот о перспективах развития этой услуги в Первом республиканском банке, какие-то задачи все стратегические ставите, ну может быть, на кратко, там, срочно, на среднесрочно, долгосрочно, до конца года, до конца 2020-го, сейчас модно смотреть на 2020-е. Вы знаете, мы продукт запустили в банке достаточно быстро. И недавно, относительно недавно, да? Да, недавно вышли на рынок очень быстро. И в нашем понимании фактуринг, как мы делаем фактуринг, это самое главное, чтобы был качественный портфель дебиторской задолженности. То есть мы не гонимся за рейтингами, мы не хотим стать в ближайшие, там, 3-4 года... Лидером. ...войти в десятку крупнейших факторов. Для нас самое главное, это качественный портфель и маржинальная доходность. То есть, несомненно, эти два показателя, это основное. Я понял, я понял, хорошо. И еще, если можно, Дмитрий, давайте подчеркнем, в конечном итоге, конечный, в конечном итоге, да, извините за тавтологию, в конечном итоге клиент выбирает эту услугу. Почему? Что, в чем преимущество для него, как для потребителя, да, однозначные какие-то преимущества? Ну, скажем так, на сегодняшний момент ритейл в России диктует свои правила. Да, это отсрочки платежа, скажем так, от 30 до 120, а где-то и 180 дней бывают и такие отсрочки. Да, 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 кстати, извините, еще раз, еще раз я хотел бы уточнить, все-таки, вот этот продукт, он ближе всего, да, или с чем мы сравниваем его? С кредитным продуктом, с каким-то, да, факторинг или кредит? Факторинг или кредит? Да, мы изначально провели сравнение, небольшое сравнение между кредитом и факторингом, скажем так, для поставщика факторинг это возможность не предоставлять банку в залог дополнительное обеспечение имущества, товарно-материальные ценности, оборудование, какое-то дополнительное имущество. Это возможность использовать свою собственную дебюторскую задолженность, при этом увеличивая объемы складских остатков, увеличивая объемы продаж в торговой сети, либо дистрибьютором, с дистрибьюторами тоже идет очень активная работа по факторингу, по отсрочке платежа. Вот таким образом факторинг, то есть если кредит, допустим, вы взяли какую-то определенную сумму на определенный срок, да, то при факторинге это можно провести аналогию с кредитной линией. То есть вы открыли лимит и сегодня сделали поставку, сегодня столько взяли, и вы не переплачиваете. Допустим, если вы взяли сумму кредитования на закупки, а вам не нужно закупать сразу полностью всю сумму отправлять сегодня, вам нужно ее разбить на 3-4 части. Допустим, многие компании работают с зарубежными странами по типу предоплата какая-то определенная, да, и через, после производства отправка остальной суммы, да. И когда компания получает кредитную линию, даже если факторинг чуть-чуть дороже кредита, то если брать вот именно все в совокупности, оценку, оценку, сколько вы заплатите. Конечно, в итоге. Да, то даже возможно и, скорее всего, факторинг будет дешевле. Да, да. Поэтому это можно провести аналогию с кредитной линией. Сегодня вы взяли, допустим, завтра дебитор погасил, и так постепенно-постепенно. Это постоянная работа, постоянное финансирование и погашение. Ну, то есть в конечном итоге мы говорим о том, что потребителю это гораздо выгоднее, да, представляется, нежели традиционные кредитные продукты. Ну что ж, Дмитрий, спасибо вам огромное. Спасибо, во-первых, что вы нашли время посетить нашу студию. Спасибо за интересную беседу, за интересный рассказ. Я думаю, всем нашим слушателям прекрасно понятно, что такое факторинг и, самое главное, в чем его очевидные преимущества. Ну и подчеркну, что лидером, наверное, российского рынка факторинга является никто иной, как Первый Республиканский банк. Итак, в гостях сухого остатка Дмитрий Малов, директор департамента факторинга Первого Республиканского банка. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Всего хорошего, успехов на рынке. До свидания.